В этом году для 30 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретут жилье. На прошлой неделе 6 человек из этой категории получили ключи от квартир в Искитиме. Их торжественно вручил глава района Олег Лагода. Наша съемочная группа с места события. Михаил Шемятов из деревни Куйниха. Вырос без родителей. Его воспитывали бабушка и дедушка. Парень отучился в Искитиме на сварщика, сейчас в поисках работы. Добавились бытовые хлопоты. Нужно обустраивать квартиру, которую он ждал три года. Мысли есть, конечно, надо сделать. Сюда завести мебель, поставить кухню. Сегодня ключи от новых квартир выдали шести сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. За последние несколько лет количество приобретаемых квартир для этой категории людей становится больше. В этом году новоселье отметят 30 человек. Те средства, которые нам выделяются Министерством социального развития, правительством Сибирской области, мы их осваиваем ежегодно в полном объеме. Здесь, конечно же, я хотел еще поблагодарить наших строителей, которые строят и в городе Искитиме, и на территории Искитимского района. Строят достаточно хорошее жилье и участвуют именно в аукционах, где мы покупаем данные квартиры. Они знают, что требования у нас достаточно серьезные к квартирам. Все квартиры в новом доме – каждая не менее 30 квадратных метров. В течение пяти лет ребята должны в них прожить и исправно оплачивать коммунальные услуги. После этого жилье можно оформить собственность. После этого пятилетнего срока оценивается его возможность жить самостоятельно и принимается решение. Либо передача ему по социальному найму, дальше он уже может его приватизировать, продавать, удушать жилищные условия. Либо заключается договор на новый пятилетний срок, если, допустим, ребенок нуждается еще в пост-альтернатном сопровождении. В Искитимском районе отдел опеки помогает каждому адаптироваться к самостоятельной жизни. Вместе решают бытовые вопросы, оформляют необходимые документы. Это оформление субсидий, это оформление каких-то льгот, если у них таковые имеются. Это помощь в случае необходимости материальная какая-то через социальную защиту, на приобретение той же самой мебели. Мы пытаемся им помочь это все оформить. Сегодня в очереди на жилье в Искитимском районе стоит более 200 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 2013 года переехали в собственные квартиры 124 человека. В этом году на эти цели выделено 42 миллиона рублей. До конца ноября будет приобретено еще 18 жилых помещений. Продолжение следует...